Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что вы сейчас слушаете интервью Сергея Лаврова, министра национального дела Российской Федерации, трем ведущим радиостанциям России, Эхо Москвы, который представляет Алексей Венедиктов, Радио России, Сергей Архипов, и Голосу России, который представляю я, Андрей Быстрицкий. И у нас сейчас вопрос, он, в общем-то, пришел там из Вашингтона, но касается он не только тех россиян, которые оказались в Америке, он касается вообще защиты интересов наших соотечественников за рубежом. Слушателя, который отправил на вопрос, зовут Андрей Горкуша, и он, собственно, позвонил, поэтому у нас есть запись его вопроса, мы можем его послушать. Андрей Горкуша из Нью-Йорка. Сергей Викторович, как Россия будет помогать тем своим гражданам, которые оказались в сложном положении за рубежом, против которых выдвигаются обвинениями властями других стран? Да, порой несправедливые обвинения. Часто это происходит в Америке, но и в Европе тоже случается. И часто эти обвинения затрагивают детей, которых забирают у российских родителей за границей. Как все-таки Россия будет помогать таким своим гражданам? Ведь на слуху много таких дел. Вот сейчас в Америке судят Виктора Бута. Недавно дали большой срок летчику Ерошенко. В Финландии приследуют российскую гражданку, которая хочет жить вместе со своим сыном. Это все, скажем так, громкие дела, о которых говорят по телевидению. Но таких случаев, когда наши граждане несправедливо притесняют в других странах, очень много. Будет ли Россия все-таки какая-то четкая политика в этом направлении? Когда наши граждане, оказавшиеся за границей, будут четко знать, что за ними стоит большая страна, которая не оставит их в несправедливой ситуации? Я думаю, наши граждане уже сейчас могут знать, что страна их не оставит в несправедливой ситуации. Это знает точно Виктор Бут, его жена, его адвокат. Это знает и Ерошенко, и его семья. Там подается апелляция, насколько мне известно. Эти случаи, которые вы упомянули, они действительно очень резонансные. До суда, без всякого следствия, два наших гражданина, один в Таиланде, куда его заманили, другой в Либерии, были, по сути дела, спровоцированы на какие-то высказывания, которые потом тут же были расценены как доказательства их преступлений. И в том, и в другом случае нарушались грубейшим образом законы и Таиланда, и Либерии. И в том, и в другом случае нарушались элементарные нормы приличного поведения в отношениях между государствами, в том, что касается информирования российской стороны. Повторяю, мы сейчас активно поддерживаем и того, и другого, и других наших соотечественников, сограждан, которые оказались в подобных ситуациях, оказываем им поддержку и моральную, и организуем специальные посещения их в местах, где их сейчас содержат, поддерживаем в случае необходимости и путем найма хороших адвокатов. Случаи эти не единичны. Вы упомянули о случаях, которые связаны с детьми, родившимися в семьях от смешанных браков, в том числе известный случай с Риммой Суманин, которая по-прежнему не может добиться справедливости. Ее сына, ее муж при помощи финского дипломата тайно похитил из России, и вывез в багажнике. История известная. Возмутительный, конечно, случай, особенно учитывая причастность к этому непосредственно официального представителя, хотя от него мита правительства Финляндии открестилась. Здесь несколько способов действовать. Во-первых, мы, как я уже сказал, будем добиваться справедливости в наших отношениях с соответствующими государствами по официальной линии. Будем настаивать, чтобы с теми странами, с которыми у нас пока еще таких документов нет, были заключены договоры об оказании взаимной правовой помощи по уголовным, по семейным и прочим делам. Будем настаивать на заключении специальных договоров, которые касаются разрешения проблем, связанных с детьми в смешанных браках. Мы только что завершили согласование такого очень развернутого и, надеюсь, эффективного договора с Францией, например. Мы также будем требовать выполнения обязательств перед Российской Федерацией в том, что касается информирования о наших гражданах, когда они вдруг оказываются в руках официальных правоохранительных органов зарубежных стран. Мы одновременно с 1 января следующего года начинаем работу, созданного по поручению президента Фонда поддержки российских соотечественников, который будет прежде всего направлен на финансирование расходов на адвокатов, на финансирование мероприятий, призванных обеспечить равноправие наших граждан перед законом в тех государствах, где они оказались либо на постоянном проживании, либо в качестве туристов. Хочу отметить и такой аспект немаловажный, как то, что в нашу современную эпоху, конечно, количество российских граждан, которые выезжают за рубеж, многократно возросло, просто взрывным образом возросло. И очень многие наши соотечественники в туристических или прочих поездках не вполне соблюдают законы страны пребывания. Это делать нужно всегда. Вот буквально сегодня я читал информацию от нашего посольства в Индии, не помню фамилию этой женщины. Она обратилась с письмом. Суть истории следующая. Она несколько раз ездила в Индию, занималась аюрведой, отдыхала там. И в какой-то момент у нее истекла виза. И она вместо того, чтобы обратиться в посольство или в консульство, каковых у нас там немало, и телефоны которых, в общем-то, известны и доступны, она обратилась к какому-то частному индийскому лицу, который ей пообещал сделать визу. И, в общем-то, какую-то визу ей в паспорт поставили, по которой она смогла из Индии выехать. Но когда она в очередной раз туда собралась, ее задержали и сказали, что виза поддельная. Вот мы сейчас с этим разбираемся. Я не хочу снимать с себя ответственность, но просто еще и наши граждане, конечно, должны быть чуть-чуть более осмотрительны в такого рода ситуациях. А возбудительные вещи происходят и продолжают, к сожалению, происходить. Совсем недавно один наш гражданин, который отбыл срок по делу, кстати сказать, в Соединенных Штатах, должен был уже освобождаться. За два дня до освобождения ему, значит, сказали, что обнаружили, что он незаконно пользовался мобильным телефоном в камере. И за это ему припаяли еще шесть месяцев. Мы потребовали справедливости. Ну, в итоге его отпустили, но лишний он там все-таки просидел. И вот у нас с американцами немало таких вопросов возникает, но одну из них, проблему детей, которых усыновляют американские граждане, мы все-таки стараемся решить и заключили соответствующие соглашения, которые должны в ближайшее время вступить в силу. Вот, наверное, что я могу на данном этапе сказать. У нас будет вопрос про усыновление, но я хотел бы опять от слушателей все-таки идем. Вам вопрос от слушателей Эхо Москвы Сергея Миронова, неоднофамилец, настоящий, по поводу соотечественников, неграждан. Как вы рассматриваете идею облегчения получения российских виз соотечественниками, на которые граждане других стран, вот для этой категории получить облегченно, получать российские визы? И второе, вести удостоверение соотечественникам. Знаете, я помимо своей основной работы еще возглавляю правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом. И буквально совсем недавно мы завершили очень большую работу по обновлению закона о работе с соотечественниками, который был принят в начале 90-х годов. И, конечно, он принимался в условиях такого, я бы сказал, романтического законодательного подхода. Опыт, который мы накопили в отношениях с нашими соотечественниками за последние годы, он инкорпорирован в новой редакции этого закона. Идея выдачи удостоверения обсуждалась. Но авторы этой идеи предлагали, чтобы обладатель такого удостоверения имел право на целый ряд вещей, которые, в общем-то, российским гражданам, живущим в России, недоступны. Например, постоянный бесплатный вход в музеи. Или какие-то еще похожие вещи. В общем-то, логика такая основана на благих намерениях, чтобы люди ощущали свою сопричастность с Родиной. Но наши законы не позволяют предоставлять иностранным гражданам больше прав, чем имеют граждане Российской Федерации. Поэтому, к тому же, не было ясно, как эти удостоверения будут выдаваться. Кто такой соотечественник? И что вы, извините за форму документа юридического? Мы, наверное, все-таки еще любим различные удостоверения, книжечки красненькие. Но в итоге мы сформулировали все-таки критерии, по которым определяются соотечественники. И мы договорились, что координационные советы российских соотечественников, они созданы во всех странах, где есть маломальски значимая община наших людей, они будут выдавать, если хотите, свои собственные членские билеты. Они не будут иметь никакого конкретного воплощения в каких-то благах на территории России, но это будет моральное поощрение, мы этих людей будем знать. И что касается выдачи виз соотечественникам, то все те, кто сотрудничает с этими координационными советами, получают эти визы в упрощенном порядке. И остальные в большинстве случаев также не испытывают. По крайней мере, от соотечественников каких-то жалоб на то, что им не выдают визу, когда они хотят приехать на родину, повстречаться с родными, с друзьями, я не припомню, честно говоря. Установление? Действительно, очень большой поток вопросов от слушателей Радио России по поводу усыновления российских детей. Ну, в данном случае речь идет в основном почему-то об американцах, хотя это происходит везде, и в Европе, и в Америке. Но убивают все-таки чаще в Америке. Агрессивная страна? Ситуация так сложилась, наверное. Вопрос от слушателя. Послушаем. Уважаемый Сергей Викторович, это Сергей Паценко из города Воронежа. У меня к вам такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что большинство иностранных усыновителей усыновляют детей в возрасте до трех лет? Ведь маленьких детей сейчас очень хорошо забирают в свои семьи россияне. А в регионах, откуда активно усыновляют иностранцы, наши семьи уже сталкиваются с трудностями при поиске ребенка. Спасибо. Знаете, это правило, которое устанавливает, как вы понимаете, Сергей, не Министерство иностранных дел. Но я согласен абсолютно с тем, что приоритет должен принадлежать российским семьям, которые хотят усыновить ребенка. И, насколько я понимаю, именно таковым является правило, закрепленное в нашем законодательстве. Наверное, тенденция к тому, что больше детей усыновлялось иностранцами, сформировалась в период менее благоприятной социально-экономической ситуации в нашей стране, когда многие молодые семьи или просто семьи, которые хотели усыновить ребенка, хотели бы, не могли себе этого позволить. Сейчас все-таки ситуация улучшается. Это проявляется в статистике, характеризующей количество семей, желающих детей усыновить. И я убежден, что при практическом применении законодательства, которое предписывает приоритетность российских семей в случае, когда ребенок усыновляется, по сравнению с иностранными семьями, что это правило, это положение законодательства будет на практике применяться более эффективно. Ну а что касается внешней стороны дела, мы, конечно же, хотим добиться, чтобы исправить положение, сложившееся в прошлые годы, когда мы даже не имели информации порой о том, где живет та семья, которая усыновила российского ребенка, как он там себя чувствует. В тех же Соединенных Штатах нам не давали консульского доступа к этим семьям. Сейчас с подписанием соглашения с США ситуацию мы изменили. Соглашение вступит в силу, когда власти США нам предоставят полный перечень органов опеки. У них он в каждом штате свой, у них нет федеральных органов. Но условием соглашения является предоставленным полного перечня поштатного, так сказать, в каждом из американских штатов органов опеки с данными о семьях, в которых наши дети живут. И мы будем иметь право консульского доступа в любое время, чтобы понять, в каких условиях наши дети растут и воспитываются. Сергей Викторович, если мы говорим о защите российских интересов, мы говорили о защите интересов граждан, соотечественников и детей, то я хотел бы спросить вас о защите интересов компаний. Собственно, не я, а очередной наш слушатель, слушатель Лихомосквы, Михаил Комиссар из Интерфакса вас спрашивает. Каким образом МИД России намерен защищать интересы российских компаний на европейском газовом и энергетическом рынке, учитывая то давление, которое оказывается на них в последнее время, пример обыски в офисах Газпрома? Я здесь хочу сразу оговориться, что эта задача, являясь одной из приоритетных для нашего министерства, является также задачей, которая находится на контроле у президента и представителя правительства Российской Федерации, поскольку это действительно та сфера, в которой проявляется отношение к стране в системе международных отношений, в системе межгосударственного общения. Граждане, компании, это сразу видно, как относятся к людям, как относятся к компаниям, насколько относятся уважительно, насколько соблюдаются нормы равноправного отношения, недискриминационного отношения. То, что происходит сейчас на европейском газовом рынке, безусловно, нас всерьез волнует. Мы ближайшие партнеры Европейского Союза. У нас развитое, разветвленное энергетическое партнерство. Любые вопросы, которые в этой сфере возникают, можно и нужно решать в рамках энергетического диалога, который у нас создан достаточно давно, и в рамках которого профессионалы рассматривают все аспекты нашего взаимодействия. Поэтому односторонние шаги, которые Еврокомиссия принимает, и которые, кстати сказать, далеко не всегда согласованы и поддерживаются странами-членами Евросоюза, такие односторонние действия нас тревожат. Третий энергопакет, который Евросоюз принял с подачи Еврокомиссии, он содержит положения, которые вступают в прямое противоречие с обязательствами стран-членов Евросоюза и самой Еврокомиссии. Обязательства, которые содержатся в наших российских двусторонних соглашениях с странами ЕС о взаимной защите инвестиций. В каждом из этих соглашений закреплен принцип неухудшения условий деятельности бизнеса на территории друг друга. Третий энергопакет реально такие условия ухудшает. Помимо двусторонних соглашений, в нашем соглашении о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, которое действует, по-моему, в 34-й статье, есть аналогичная запись, что стороны не будут предпринимать действия, которые ведут к ухудшению условий деятельности бизнеса на территории друг друга. Это юридическая сторона дела. И эти документы можно вполне, и я думаю, что такая опция у нас всегда сохраняется, эти документы предъявляются в суде, предъявляются в арбитраже. Сейчас мы все-таки рассчитываем, что те переговоры, в которые мы вступили по линии Министерства энергетики и комиссары по энергетике ЕС, дадут результат. Переговоры направлены на то, чтобы не допустить ретроспективного применения положений третьего энергетического пакета по отношению к тем проектам, которые уже завершены или которые находятся в стадии реализации. Или в суд? Поход в суд, я думаю, всегда остается инструментом в наших руках, но лучше бы договориться без суда, поскольку суд – это всегда долго. А энергетическая ситуация в Европе, особенно после тех решений, которые были приняты в отношении судьбы ядерной энергетики, наверное, не самая простая. — Просто соотечественники нас заняли. У нас есть огромное количество вопросов на голос России от тех наших соотечественников, которые пытаются создать Россию русскоязычные СМИ за рубежом. И вот у нас сейчас пройдет 31 числа конгресс, конференция русскоязычных радиостанций, больше ста в мире. Но во многих странах, в том числе и в Европейском Союзе, многочисленные русскоязычные общины, состоящие как из граждан России, и так и из граждан этих стран, часто сталкиваются, в общем, с известного рода ограничениями. И иногда, причем это не только на территории, скажем так, дальних стран, это и часто очень рядом и очень близко, прямо скажем, на территории СНГ. И везде там есть проблемы с русскоязычными, ну не везде, но часто встречаются проблемы с русскоязычными СМИ, ограничения, касающиеся языковещания, налогообложения, юридического статуса и так далее. Вместе с тем, там, скажем, в Европе, например, сейчас, в Евросоюзе, в общем, для многих языков, не русский язык, скажем там, других, созданы, в общем, ну как бы более легкие условия. Вот какая-то такая проблема, вот, собственно, с одной стороны, поддержание русского языка, с другой стороны, вот такой формы интеграции соотечественников вокруг средств массовой информации на русском языке за рубежом, это является существенной темой для Министерства иностранных дел вот сегодня. Конечно. И я уже упоминал, что возглавляю правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом, по линии этой комиссии, сейчас основное внимание уделяется, прежде всего, вот, содействию консолидации соотечественников, не в качестве пятой колонны, упаси богу, а консолидации ради того, чтобы они отстаивали свои права в качестве граждан тех государств, где они живут, на основе законов тех государств, а законы провозглашают равенство всех, независимо от национальности или чего-то еще. И одной из очень важных целей, как раз, вот в рамках этой линии на консолидацию является содействие русскоязычным СМИ. Когда возникает проблема у какого-то издания, у какого-то радио или телеканала, вещающего на русском языке, мы, если к нам обращаются, если мы об этом узнаем, мы всегда этот вопрос включаем в повестку дня межправительственных переговоров. И призываю всех, кто с такими проблемами сталкивается, вот считайте, что это официальное мое заявление, не стесняйтесь, через посольство сообщайте нам о фактах, которые будут свидетельствовать о нарушении прав или о дискриминации русскоязычной прессы по сравнению с другими изданиями в тех странах, где вы живете. И второе направление, которое, опять же, наша правительственная комиссия реализует, это, у нас есть интернет-портал для соотечественников, у нас издается 4 журнала в разных регионах мира, такие региональные журналы, у нас выпускается серия книг под общим названием «Русские в Америке», «Русские в Египте» и так далее. Уже где-то два десятка выпустили. Привет, что у нас до новостей 5 минут, не будем начинать тему США, после новостей начнем. Но есть еще одна европейская тема, и наших соотечественников, наших граждан, которые достаточно часто обращаются в Страсбургский суд по правам человека. И звучит это там, Иванов против Российской Федерации, Лавров против Российской Федерации, Быстриский против Российской Федерации, Венедиктов против Российской Федерации, Венедиктов за Российской Федерации. Во-первых, каким глазом на это смотрит МИД, и во-вторых, одно конкретное дело, если успеете до новостей, сейчас у нас очень хорошо развиваются отношения с Польшей, после тяжелого периода развивается. Но сейчас в Страсбурге идет, это вопрос от Светланы Миронюк, из Рея новостей, идет по Катыни. Это одни номенклатурные слушатели. Слушатели такие, ничего не вина гадна. Так вот, идет дело по реабилитации жертв Катыни в Страсбурге, и вот буквально скоро будет вынесено решение. Что будем делать? Ну, не знаю, успею ли я до новостей. Значит, скажу сразу, что значит, ощущение о том, что мы являемся главной жертвой Страсбургского суда, главным объектом приложения усилий ЕСПЧ, оно существенно отличается от действительности. Потому что по количеству дел на душу населения мы даже не второй, не третий, не четвертый, не пятый. Мы там где-то в середине. А наибольшее количество дел на душу населения у Турции. Во-вторых, огромная доля в тех делах, в количестве дел против Российской Федерации связана с одной причиной, что мы, Российская Федерация, не выполняем решения наших собственных судов. Мы не выплачиваем людям компенсацию за ущерб, который они понесли, по решению российской судебной системы. И они обращаются в Страсбург, чтобы эти деньги получить. И в каждом случае получают практически. Понимаете? Поэтому, конечно, нам дешевле и для нашего образа на мировой арене проще и лучше и выгоднее платить. Тем более, что это, повторю, это не кто-то, какой-то дядя нам нас заставляет это делать. Это наши суды выносят решения, постановления в пользу наших граждан. Что касается... Да, и, кстати, последние поручения, которые дал президент, направлены именно на устранение вот этой беды. Это наша беда, которую, кроме нас, никто, в общем-то, не устранит. Что касается наших отношений с Польшей и тех исков, которые семьи погибших офицеров в Катенском лесу подали в Европейский суд по правам человека, мы, в принципе, ведем с польским правительством очень конкретный деловой разговор на эту печальную тему. И Государственная Дума приняла недавно, в этом году приняла специальные постановления по данному вопросу. Мы готовы и рассматривать абсолютно закономерно адресованную к нам просьбу о реабилитации этих людей. Вопрос в правовой плоскости, он должен быть решен таким образом, чтобы удовлетворить семьи польских офицеров и одновременно сохраниться в правовом поле Российской Федерации. Этим сейчас занимаются. Есть межведомственная группа, которая решает эти вопросы. Что касается индивидуальных обращений в Европейский суд по правам человека, ну, процедура есть процедура. Это не обращение польского правительства, хотя польское правительство в свое время выступило в поддержку обращений своих индивидуальных граждан. Но мы все-таки считаем, что этот вопрос можно урегулировать на уровне межправительственном к удовлетворению всех семей погибших офицеров. Мы сейчас этим занимаемся. — У нас осталось совсем немного времени. Я думаю, что... — До новостей. — Просто напомним, что нас прибыл Сергей Лавров и три радиостанции, да? — Да, через буквально 30... Нет, через 5 минут 30 секунд мы вернемся к нашей аудитории. Напомним, что вы слушаете интервью министра странодела Российской Федерации Сергея Лаврова, интервью трем ведущим радиостанциям, «Эхо Москвы», «Радио России», «Голосу России». Слышно нас, кстати говоря, не только в Москве, во многих городах, вообще во всех городах Российской Федерации и во многих столицах мира. — И номенклатурные слушатели. — И более того, нас слышно в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Париже, много где еще. И слышно очень хорошо, кстати. — Уходим на новости. — Да, уходим на новости буквально через секунду.